Бандит Всем привет! С вами я, Никита. И сегодня у нас будет сравнение и одновременный обзор 7 крутых тачек в игре Voyage 3 в Крым. Первая машина – это вот этот УАЗик. Вы скажете, ну что в нем быстрого? Но я его создавал не для того, чтобы он быстро ездил. Да, когда-то он у меня был прокачан, и он был быстрый. Но сейчас я его сделал повыше. Поставил такие вот внедорожные колеса, кенгурятник. Потом я установил на него вот этот вот шноркель, чтобы вода не попадала в двигатель. И чтобы удобнее было выходить выхлопным газом и заходить в воздух. А также экспедиционный багажник. И раскрасил его вот так вот красиво. Ну, нету смысла его мерить на полигоне, поэтому мы сейчас вот кратенько я сделаю его обзор на какой-нибудь разбитой дороге. Например, на вот этой, под Иркутском. Он очень мягко едет. Если другие легковушки здесь очень сильно подскакивают, то он спокойно проходит все неровности и почти не замечает. Мягкость подвески, как у Камаза. Его просто плавно покачивает. Да и разгоняется он нормально, мощности хватает. К тому же, я с помощью него как раз таки получил очень крутую тачку. Это BMW. На которой у меня уже есть обзор, но я ее еще вам покажу, потому что я ее постепенно дорабатываю. Она становится все красивее. Если это видео наберет хотя бы 5 лайков, то тогда я, наверное, уже сделаю обзор на эту BMW. Еще я вас хочу попросить. Смотрите мои самые первые видео. Я хочу, чтобы у меня под каждым видео было больше 10 просмотров. Также заходите в мои плейлисты. Там все распределено, чтобы вам было удобно смотреть. Ну все, переходим к следующей машине. Дальше мы пройдемся по семейству вазов. И поэтому следующая машина – это вот такая вот шестерка. Как поется в песне. Первые слова песни – «Вишневая семерка». «Вишневая семерка, серая десятка, белая шестерка, черная приора». «Вишневая семерка, серая десятка, черная приора и белая шестерка». К сожалению, здесь десятки нету в этой игре. Приору здесь нельзя перекрашивать, но скоро будет можно в следующем обновлении. А вот шестерку я уже сделал. Белая она выглядит вот так, но мне больше нравится. Она черная, потому что видно все хромированные части. Она вся такая блестит, на красивых колесах, на гоночной подвеске. И крутой выпуск. Сейчас мы поедем на ней на полигон. Она не самая быстрая, но зато у нее хороший звук. И на ней приятно ехать. Да и к тому же у нее один из самых красивых салонов. Здесь такая деревянная вставочка, всякие кнопочки. Очень красиво. Послушайте ее звук. Дальше не вчера лопить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, Чтоб никто не привлекал. Да и к тому же у нее хорошие тормоза. Но дальше мы не поедем, потому что уже все понятно. Разгон до сотни больше 10 секунд, но это в принципе хорошо для такой машины старой. И я ее еще буду прокачивать. Поэтому все будет нормально. Но зато она очень красивая. Одна из самых красивых здесь, в этом обзоре. Следующая за ВАЗ-2106 идет ВАЗ-2107. Вот как раз та самая вишневая семерка, которая была у меня в клипе. Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. Ну, раскрашена она почти как у АЗ. И сейчас мы как раз ее проверим на полигоне. Звук у нее не такой хороший, как у шестерки, например. Но зато у нее вот такой вот салон, спортивный руль, электронный спидометр. И он показывает еще, какая передача включена. Такое занижение БПАНовское. Ну, давайте попробуем. Моя игра 98 Баста 2, 2, 0, 6 Она мне принадлежит и таким же, как и я Моя игра Моя игра Возгоняется даже быстрее шестерки. Но если очень хорошо постараться, то из нее можно выжать и больше. 8,36 секунды до сотни. Так что едет она хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok